Всем привет! Мы приехали в Эйчморт. Все знают, я о нем уже говорила, это корейский магазин, азиатские грошерис, но не знаю. В общем, мы сейчас посмотрим, что предлагает нам корейский производитель. Например, арбузы американского производства. Экзотика, сплошная экзотика, народу очень много. Пилт таро какой-то есть. Что это? Это дейт. Очень много экзотики. Здесь даже женщине продается свежее. Ну, как вы видите, все азиатское такое. Видите, вот, смотри, какие грибы. Видишь, какие грибочки. Такие разные есть. Ой, какие, смотри, какие. Oyster mushrooms. Грибов, каких хотите, и всего полно. Народ winter melon. Зимний melon? Чем-то покрытый. Что это? Не знаю. Ого. Смотрите, сколько здесь seafood продается. Рыба всякая разная. О, мы такие ели, да, слушай. Здесь вот такой маленький отдел есть, где продается всякая разная мелочь пузатая. Слушайте, интересно. Все корейско-китайско-японская. Еще столько всяких вещей интересных. А это приклеивается, да, на drainage, наверное. Да. Это что-нибудь пистально маска. Маски есть. Для тех, у кого аллергия, кстати. Здорово. Смотрите, какую я нашла штучку. Мыть. Халёша смеется с меня. Вот мыть надо. Lavender. Это что такое? Фильтр with vitamin shower. What? Подождите, дайте я разберусь. Так, ребята, должна вам показать. Прокупайте такой душ. И потом есть фильтр такие, которые имеют разные запахи. И когда вы принимаете душ, у вас вода пахнет вкусно. Смотрите, это самое. Ну, 70 долларов за то. Радость какая. Фабрик. Есть мятый. Есть, видите, для deodorizer есть. Очень интересно. Тут такие вещи есть, которых я никогда не видела. Как ароматный душ. Так, подождите. Стоит, стой, стой. Шампунь, шампунь. Корейские шампуни. Да, смотрите, какие носки. Кей-поп. Все, все милое. Они любят такое, да? Я как Magic Wand хожу, как это. Что? Да. Мыть свою кофейную кружку. Очень удобно. А, это, кстати, знаменитая корейская косметика. А зачем тебе нужны stickers? Что она делает? Face Point Mask Medic. Интересно. Косметики здесь полно корейской, кстати. Смотрите, сколько масок здесь всяких разных. Смотрите, сколько приправ всяких разных. Ну, половина из них, ну, кроме соли. Я, конечно, соль знаю. Все остальное вообще не знаю. Это что такое? Тоже соль какая-то. Вау. Она это, как ее еще, масло. Вообще супер. У них тоже есть небольшое шампунь, по-корейски. По-корейски. Ну, да, сам раз. 93% чего-то, я не знаю, чего. Сахар, наверное. Наверное, сахар. Смотрите, это все какие-то снэкс. Конфеты. Зеленое понятие ними. Ой, смотрите, а это что такое? Я даже не знаю. Стробери, какие-то желейки там. Ой, блин. Леша, потрогай эту упаковку. Потрогай ее. Что? Это сочинение? Это сочинение? Это сочинение, такие склейские внутри. Сума сойти. Упаковки такие смешные. А вот лечо есть даже, смотря. Лимонная. Упаковка, наверное, очень кислая, я так подозреваю. Судя по всему. Смотрите, есть маршмеллоу, пайнапол. Есть струбери. Больше всех разобрали. Манго, мачо есть. Карамельки всякие разные. Вот при вкусном дыне. Смотри, продукция мелангами кэнди. Из Японии. Ой, смотри, какие упаковки смешные. Тут есть всякий разный рис для всего, чего хотите. Рис. Смотри, сколько риса всего. Какого хочешь вообще. Это что такое? Это перловка. Алоэ дринг. Смотрите, можно пить алоэ всякий разный. Алло. Вера дринг. Торсти Будда. Название смешное. А молочные продукты у них есть какие-то специфические? Это все вот мы знаем. Это все у нас тут продается. А вот это вот все. Данактив. Это все обычные продукты. Мне кажется, там дальше сыры идут наши уже. Сыры, сыры, яйца наши идут, американские. Тендер флейк, Филадельфия. Честно говоря, очень интересно. Половина вообще ничего не знаешь. Ходишь как этот среди рядов. Пробиотик, да. Это пробиотики. Пойди разберись вообще, что это. Кассия Ти. Что? Кассия Ти. Это какой-то cinnamon punch. Cinnamon punch? Я тоже не знаю. Томатный сок. Томатный сок я точно узнала, он стоит. Barlet tea? Из перловки, чай из перловки. Я обалдею, короче. У нас такая есть, я купила это Mogu-Mogu. У нас дома есть. А вот смотрите, тут какие-то соки есть. Pineapple vinegar, ready to drink. Газированный чай есть. Чай? Газированный чай? Manga pitch. Интересно. Я не знаю. Alo. Aloya. Sweet. Смотрите, с витамином А что-то есть, с витамином Б. Блин, блинский. Padiris Berist. Ну, это наши бринсы обычные. Этот магазин открылся совсем недавно, месяц тому назад от силы. Что? А, точно, да, чтобы заворачивать, надо же. Ой, dumplings, какие хочешь, видишь. У них, кстати, dumplings вкусные. Гречка, наверное, тоже нравится, смотря по стакану. Гречка, да, наверное, тоже гречка нравится. Наша корзинка растет. Корзинка любопытства растет. Это что? Что это? Что это за попки розовые, извините? Вот это что-то такое. Оно выглядит как розовые. Эти. Peach shape sweet red bean paste bun. Keep it frozen. А, да. Так это надо готовить? Это или оно уже готовое? Готовить надо. Или ты подыду на steamer. А, steamer этот надо купить. Ага, ясно. Если хотите готовить. Так, пошла экзотика. Сладкое что-то. Ой, боже мой, это что такое? Flavored ice tube. А, ты просто выдавливаешь из него ice. Видишь, ты просто лед выдавливаешь. Он как типа flavor, просто лед. Да, вот йогурт есть. Да, что-то в этом роде. А на этой стороне что? Американская. Ого, American burger. Hungryman и всякое такое. На этой стороне экзотика. Сейчас я посмотрю, может мы их мороженое забабахаем. Лик панкейк? What? Лик это лук. А, слушай, у них эти луковые есть замороженные. Тушу мама любит луковые. Green onion cake. Ох, у нас мама их любит. Страшно. Если мы их тут найдем уже приготовленные, ей они понравятся. Это точно. Здесь вот американская еда больше, но мы сейчас посмотрим. А что такое за кругляшечки там такие? Ой, слушайте, мне нравится. Я люблю экзотику пробовать. Мочи, айскрим. Смотри, у них есть мороженое с джинджером. С ума сойти, ой. Да, что такое у них тут нету? Авокадо, айскрим есть с лошадей? С авокадо есть. Наверное, здесь есть зеленый чай, твой любимый. Он, наверное, вкусный. Да, это тоже не мороженое. Да, которое типа будет с зеленым чаем, потому что ты любишь с зеленым чаем. Это Green onion cakes? Нет, это чай, не из панкейка. Да, а в чем разница? Это панкейк? Green onion pancake. Lavender vanilla, orange. Какой-то, смотри, тут какой-то кругленький кейк есть смешной. У них тут выпечка есть. Смотри, mocha butter cake. Ух ты, класс, у них есть как эти, экзотические. Да, 36 долларов, смотрите, какой маленький. Но это больше выглядит, как будто оно было заморожено и потом разморожено. Ничего себе. Ага, ясно. Да, действительно дорогие, смотрю. Короче, ребята, решила я приготовить нудл с вот эти вот, как они называются? Soba noodle или buckwheat или много названий из гречки. Смотрите, решила посмотреть. Вот написано по-английски how to cook soba noodles. Теперь слушайте. Ну, как всегда. Да, ну как всегда. Мы съездили в корейский магазин под названием H Mart и купили кое-какие корейские продукты. И сейчас русские канадцы будут пробовать корейское произведение искусства в еде. Я не знаю, как это назвать. Мы купили вот такую rice bowl. Как она называется? Combination rice bowl. Combination. В общем, я не знаю. Купили вот такую же готовую корейскую еду. Купили корейские суши, которые были сделаны. Как они называются? Суши вообще-то японские, неважно, кто их делает. Да? Да. Будут корейские, японские суши. Называется tuna kimbab. Зверская. Алеша пьет аризона чай, который он там купил. Это что такое? Это не корейское. Это не корейское. Это американское. Fruit punch. А, фруктовый punch-то. Затем мы купили вот такие buckwheat noodle. Я знаю, Оксана их готовила. Я сказала, что ее очень сильно понравилось. Buckwheat в английском языке называется гречка. То есть noodles, макароны, которые сделаны из гречки. Я их еще не пробовала. Буду готовить. В общем, попробуем. Так, давай покажем, что еще купили. Купили вот такие печеньки. Называется sweet milk, сладкое молоко. Значит, масло и молоко нарисовано. Значит, ты... You can't go wrong. Можешь, не прогадаешь, если ты купишь с маслом и молоком. Наверное, вкусное. Потом Алексей выбрал mochi durian. Это... Мочи это как? Это в какой-то рисовой оболочке оно? Да, это просто жвачья, рисовая штучка такая. Да. И durian. Это тот самый фрукт, который, в принципе, должен быть запахом дьявола и вкусом ангела. Да, это он? Его люди объясняют, да. Нужно пахнуть, как падаль. Падаль. Прекрасно. Вот. И я недавно посмотрела видео про корейские любимые продукты. И было сказано, что они очень сильно любят чипсы с вкусом honey butter. Это мед и... Масло. Масло. Да. Странное сочетание. Также мы купили еще два морозных, потом покажем. Давайте попробуем сначала. Посмотрим, что едят корейцы. На, держи вилку. Будем пробовать. Мне интересно, это острая вот эта штучка. Тут вот два грибочка, они так дружно лежат, как эти. Наверное, острая. Наверное, острая. Давай попробуем. А это вот, смотри, это черненькое. Это что? Это вот этот вот... Это может быть black fungus. Черный фангус у них какой-то продавался. Называется черный фангус. Мы даже не знаем, что это. Так, Алекс, про первый пробу. Скажи, спайси или нет? Спайси или спайси? Это довольно спайси, да. Мясо спайси. Мясо спайси. Я возьму маленький кусочек. Тихо, вообще я не ем острую еду. Так хорошо запивает, по-моему. Он говорит, что очень спайси. Я возьму такой маленький кусочек. Мясо вкусное. Да, я сказал, что это очень спайси. Да, а макароны не спайси? Нет. И заодно попробую вот этот black fungus, как он у них назывался. Ну, не играешься с едой. Не будет. Спасибо. Это black fungus жвачки. И какой в нем прикол? Это жвачка. Окей. Ты пробовала его? Он хрустит на зубах. Знаете, как будто ты хрящик жуешь? Эй, это сам с дискостным. Я попробую. Так, когда ты его жуешь, он хрустит. Правильно? Угу. Я даже не знаю, что это. Но мне нравится вкус. Но очень острое. Очень острое. Я такое не ем. Я не знаю, почему тут и noodles, и рис вместе. Карбзен, карбзен. Карбогидраты, карбогидраты. Пока Алекс потребляет острую пищу, я хочу попробовать их тюна. Слушай, это тюна. Она же не настоящая там тюна. Это, по-моему, как из консервов она вытащена, да? Ну, это все равно настоящая тюна. Это просто не махи-махи тюна. Махи-махи. Я попробую. Наверное, из консервов перемолотая. Да. И это как бы все одно и то же, да? Я смотрю тут. They're all the same, yeah. Да. Я возьму одну штуку. Возьму ее руками, пальцами буду есть. Руки я мыла. Подождите. Сейчас я попробую. Я не знаю, что здесь находится. Морковку вижу. Сыр вижу. Сыр? Это сыр? Ну, это яйцо, по-моему. Это яйцо. А почему оно квадратное? Потому что они его так и порезали. Квадратное яйцо вижу. А это что такое синее? Вот не синее, а желтое вот это. Манго, может быть. Манго? Может быть, манго. Я его укушу отдельно. Это хрустящая фигня. Радиш, может быть, это пиккл радиш. Может быть. Сейчас попробуем. Это большая суша. Я как бы люблю свой Калифорния ролл больше. Но они неплохие. На, пробуй. Мне обычно просто ощущается в ней тюна, которая уже из консервы. Извиняюсь. Это просто, как в большинстве магазинах суши. Это просто, как, просто простые суши. Это все. Алеша говорит, как большинство суши, которые были сделаны в магазине. Я тогда попробую печеньку. Как тебе это все, когда ты перемешал? Нормально? Может, оно взбивает спайси, несколько, эту остроту, когда ты перемешаешь вместе с рисом? Это все, как правильно, но не реально. Это все спайси. Но оно вкусное. Нет, это не плохо. Так, мне понравилось. Так, давайте попробуем вот эти. Написано Queen's Secret Recipe. О, королевский секретный рецепт. А у них еще короли были? Ну, я не знаю. Императоры, по-моему, были. Empresses, как они называются. А, императрица? Угу. Так. Давайте попробуем. Сейчас я найду, где оно открывается. Вот здесь вот открывашка идет. Смотри, как они упакованы. А, да, они любят индивидуально. Индивидуальные упаковки любят? Да. Ну, такие штучки. Создавать мусор просто. Любят создавать мусор. Хорошо. Так, сейчас мы попробуем. Sweet meal. Вот, меня пробило на Южную Корею, потому что, кажется, очень интересная страна такая. У них есть свои какие-то интересные. Ага, тут по две печеньки, значит, в упаковке. Они выглядят типа, как вот, просто как наши Oreo cookies, склеенные каким-то кремом. Пахнет очень вкусно, понюхай. Угу. Печенье само по себе очень воздушное и хрустящее. Угу. И очень интересный вкус. Действительно, как молока и масло. Очень вкусное печенье. Мне кажется, как не очень сладкое, но приятное. Я могу попробовать. Ну, попробуй. Мне просто острая. Острая все во рту. Так, мы это печенье отложим. Мне понравилось. Попробуй, скажи, как это. Настолько мяжное, мяжное и негкое. Нежное и мягкое, мяжное и негкое. Правда, оно как облако во рту. Угу. Очень интересно. Не, мне нравится. Так. Давайте попробуем мочи. Мочи со вкусом дуриана. Так, надо их открыть. Приятное, но это не мое. Почему нету? То есть, не очень, да? Это с науэри. Науэри. Потому что оно запаковано. Вакуум. Смотри, какие штучки там. Блинчики какие-то насованы маленькие. Да, ты можешь. Так, давайте откроем и посмотрим. Потому что экзотика, конечно, колоссальная. Кидуриан. Пожешь пробовать? Угу. Попахнет. О! А знаете, чем пахнет? Газовой заправкой. Вот как ты на заправке, как ты бледен, когда нюхаешь. Right? Yeah, kind of. Пахнет так, как будто ты на заправке. Ой, ну. It's not that bad. I don't know, I just don't like this. Мне не нравится этот сезапах. Ага, Саня сейчас будет злиться. Что, потому что я ему понюхать не даю, что ли? Он, наверное, чувствует это. Да, действительно, как гасолин пахнет. Пахнет как газолин, как мы его называем, да? Да, не падал даже, как просто обыкновенный газолин. Да, но мне, например, этот запах неприятный. Наверное, если бы... Знаешь, когда у меня был низкий гемоглобин, мне все вот эти краски или газолины, они мне все пахли самое вкусное. Потому что когда человек низкий гемоглобин, ему вот это все очень вкусно пахнет. А приятное такое. А когда касается... Подождите. Что-то мне запах не понравился. Я еще хотела купить этот дуриан и попробовать его у себя на заднем дворе распорядать. Ой, фу, какое оно мягкое. Слушай, оно как мягкое. Как вообще, как... I like it more. It's not bad. Но он очень странный. Как оно реально пахнет там... Когда вы его едите, у меня ощущение, что я жую газовую колонку. Только со вкусом фруктовым. Фруктовая газовая колонка. Yeah, that's how I would describe it. But it's not bad, I don't know. I kind of like it. Но я бы купила дуриан. Я сказала, что я хочу купить дуриан. Я хочу его разрезать у тебя на заднем дворе, чтобы он дома мне не пахнет. Потому что замороженный дуриан и к нам привозят. Следующее лакомство. Корейцев. Это... Я воду точно. Воду, да. У меня такое ощущение, что конфета у меня забилась во все возможные зубы, которые у меня остались во рту. Приклеилась ко всему, чему можно. Из-за рисовой муки. Итак, следующее. Самые любимые чипсы корейцев. Ханибат. Ханибат. Крутиплома нет приема. Пахнет, как попкорн. Давай, мы генерируем тестом. Эх. Парак. Они даже не соленые. Не, не соленые. Где? Это не еле-еле соленые. Я буду. Они просто potato chips, я не знаю. Это просто potato chips, как они говорят, да, картошка. Они не такие соленые, которые здесь продаются, да. У нас просто солью они засыпанные. Чем-то отдают попкорном немножко. У корейцев странный вкус. Если это их любимое блюдо, сейчас я принесу мороженое. Значит, я достала еще два мороженых, экзотические мороженые. Один тоже с jackfruit. Так это не тот же самый разный. А, нет, этот был дуриан, да? Этот реально дуриан был. Дуриан и jackfruit. Это две разных, два разных фрукта. Они выглядят слегка similar, but they're different. Видишь, как дуриан он настолько спайкий? Jackfruit он по-другому выглядит. Так у нас в магазинах jackfruit продают. У нас оба продаются, по-моему. Оба продаются. Jackfruit и Алеша взял мороженое с зеленым чаем. Он очень сильно любит мороженое с зеленым чаем. Давайте попробуем, насколько зелено-чайновое. Потому что иногда бывает такое, что... На тебе ложку. Будем пробовать jackfruit. Оно выглядит вот так, оно желтое. Давай попробуем. Привкус интересный, но мне, в общем, нравится. Это не сильный вкус. Не плохо, да? Да. Неплохо. Мы съедим. Сейчас говорю. Значит, jackfruit. Jackfruit айс-крим. Алеша, кстати, там заприметил еще мороженое со вкусом сыра. Да, это не плохо. Не творог, ребята. Как вот можно творог, да, положить, допустим, сладкие какие-то блюда. Нет, это просто как сыр, как чеддер. Чеддер мороженое со вкусом сыра. Что мы там еще видели, нет? Такое экзотическое, или нет? Там полмончего есть. Там purple yam очень много мороженого. А yam это что у нас? Yam это как sweet potato. It's a little bit different. А, корейцы страшно любят всякие разные вещи из картошки этой. Красные, red beans, красные. Так. Вот мороженое из зеленого чая. Давайте попробуем его. У тебя оно не нравится, ладно? Нет, оно не нравится, но я попробую. Taste. I like it. It tastes like green tea. У меня такое ощущение, что я только скошенную траву пожевала. Алеша любит такую экзотику. А у меня, вот реально, как будто ты взяла и пошел травку пожевал снаружи. Вот я покосила газонок и сухой, а потом съела. Нет, он сильно имеет вкус зеленого чая. Ты пьешь зеленый чай, просто это в виде мороженого. Он реально имеет вкус зеленого чая. Кому нравится мороженое со вкусом зеленого чая? H-Marsh ждет вас. Там его немного, кстати, было. Может, его люди разобрали, мне кажется. Ну, мне кажется, оно популярное. И оно мне нравится, я сразу говорю. Оно даже горечи отдает, правильно? Оно как-то настоящий чай. Здесь один литр. Я не помню, сколько что стоит, в общем. Но очень интересные вещи. Мы еще взяли с Алексеем эти, как их? Как они называются? Potstickers. Ага, они называются Potstickers. А у них смешное название, как Pot, это что получается? Как наклейки для кастрюли. Это не наклейки для кастрюли, это... Британцы дали им такое имя. Потому что британцы постоянно имена такие дают. У британцев воображения нет. Они, basically, называются Гиоза. Это такие, как его, вареники. Ну, наши вареники, как пельмени-вареники, да. Они Dumplings еще называются у японцы. Dumplings. В каждой культуре есть Dumplings, basically. У нас пельмени и вареники, у них это будет Гиоза и... Как его? Уонтон. Уонтон, да. Да. Ну вот, и я так поняла, что если... Там есть разные виды, кстати. Там есть Dumplings, это те, которые варятся. А Pot Stickers, название Pot Stickers, это как наклейка на кастрюлю. Они жарятся, то есть... Да, Dumplings обычно в суп ты ложишь. Как вонтон суп, you put them in soup. Pot Stickers, они жарятся. И Гиоза, ты можешь пожарить их тоже. Ого. Так. Ну, в общем, наши вареники могут быть Гиозой, если их поджарят. Не, ну тут наши вареники тоже жарят. Ну, я же, о чем я говорю, наши вареники, они могут быть Гиозой, если их пожарят, да? Гиоза, они просто более тонкие. И в них картошку не ложат. А, ну да. Не кладут. Кладут картошку. Кладут. Варабы. Хорошо. Хорошо, спасибо вам большое за внимание. Вот мы тут попробуем. А есть еще гречневые, как его? Ну, джата. Да, есть нудул. Я не знаю, как их готовить, но я говорю, я купила их, потому что Оксана сказала, что ей понравились. И я сегодня их буду готовить на гарнир к тому, что я буду готовить. Я уже три раза сказала готовить. Сейчас еще четвертый раз скажу готовить, и все успокоятся. Все, спасибо всем за внимание. Я побежала готовить. У меня сегодня очень занятый вечер еще будет. Сейчас у нас начало восьмого, а мне еще готовить и гладить. Завтра на работу. Ночью, как всегда. Обычное веселье в обычный выходной день на кону нерабочей недели. Я думаю, что у всех так. Спасибо, что вы вместе с нами попробовали корейские продукты. Вот это печенье, оно мне нравится. Мне понравилось. Леша не понравилась. Леша понравилась газовая колонна. Все, я пошла прятать мороженое. Его есть сегодня не буду. Ну и пошла готовить. Все, пока-пока. Спасибо за внимание. Да. Мама пришла с работы. Мы дали ей печенюшку попробовать, которую мы купили в корейском магазине. Пробуй. Называется масло и молоко. Нравится? Чем нравится? Нежная. Мягкая. Чувствуется масло. Вообще не очень сладкая абсолютно. Но настолько приятное печенье. Ну, прелесть. А Леша сказала, что ему не понравилось оно. А мне понравилось оно очень. Очень вкусное, да? Очень вкусное. Давай я тебе сейчас чипсы дам попробовать корейские, которые любят они с... Что я сказала? Масло и мед. Чипсы, да? Необычные. Сейчас тебе их дам. Вот. Хани, баттер, чипсы. Аккуратно. Они тут сзади открыты. Мы их никак открыть не могли. Саня, это ответственный момент. Ответственный момент, да. Моё выражение лица впрайсилось. Ну, просто после печенья. Ага. Я отметила, что однозначно... Я снимаю на телефон, извиняюсь, рука немного дрожит. Я ответила однозначно, что американцы добавляют больше соли. Правда? Угу. Здесь практически нет соли, да? Они как безвкусные какие-то, только слегка сладковатые. Как попкорн, да? Здесь, знаешь, неплохие чипсы, абсолютно неплохие. Те, кому не нужна соль, их можно кушать. Да? Они ещё не такие щадящие, такие нежненькие. И хорошо, что они не солны. А как тебе вкус, в общем? Нет, нормальный совершенно. Нормальный, да? Угу. Ну, надо же. Так, а что-то мы ещё пробовали. А что пробовали, я не поняла. Мороженое с джекфрут едет. А вот так вот из банки? Да, вот так вот, прямо из банки. Возьмите кусочек, пожалуйста, и попробуйте. Тамара Нестер. Я вообще люблю индивидуально, конечно. Ну, индивидуально. Вот не будет у вас индивидуально сейчас. Мороженое на любителя. Ну, вообще, это мороженое довольно-таки креми. Креми – это значит сливочное. Да, как сливочное оно. Ну, ты попробуй ещё раз, попробуй ещё раз. Мне оно, в принципе, понравилось. Оно имеет необычный привкус, но оно неплохое. Нет, ты слышала, оно неплохое. Да, оно неплохое. Очень креми такое, нежненькое такое, прям не совсем сладкое такое, чтобы сладкое. Видать, они не очень-то любят добавлять много сахара, как у нас здесь. Ну, да. Просто полмешка сразу положили. Да, и пошли кушать. Да, мороженое хорошее. Вот, вот. Очень мягкое. Требует мороженое. Вкусненькое. Вот Санька хочет. Давай я ему дам кусочек. А может, ему нельзя джакфрут? А может, нельзя Санье. Экзотика. Да, экзотика. А, Тамара Нейстеревна, что вы думаете на злобу сегодняшнего дня? Что у вас такое? Что вы не даёте здесь? Это такая штучка, видите, я купила, чтобы мыть этот, как его? Труднодоступные места. В общем, да, но это вы можете использовать по мере с вашего воображения. Ну, знаете. У меня воображение только одно, это мыть кружочки. Да, какое-то бедное у вас воображение. Ну, вы знаете, какое и есть. Какое и есть, ребят. Саня, скажите мне, что вы думаете на злобу сегодняшнего дня? Злоба моя и злоба, отвечай, Саня. Повторя за мамой. Ах, папа, страшная штучка. Потрогай её. Это что, она такая жёсткая? Да. Я что, думала, что она мягенькая? Не, нифига. А она оказалась такая часодралка там. Часодралка. Прошу и мыть. Будет, да? Где? Ну, где? Вам всё расскажи. Ага, всё. Пока.